Проверьте вот такой канал, я точно знаю, что там бытоводы. Конечно, ты знаешь, ты же сам туда и залил все то, что ты залил. Разместили свою рекламу и получили шикарную отдачу и дешевых подписчиков в своем канале. Все это Телеметр. Привет, я Макс. Сегодня обсудим самый простой и надежный способ продвигать ваши каналы в Телеграме. Как экономить большие деньги на продвижении. Конечно, не бесплатно, но оно того стоит. Заплатить немного, чтобы сэкономить очень много. Если вы уже знаете, что такое Телеметр, то на всякий случай все равно посмотрите это видео. Вдруг что-нибудь новое для себя почерпнете. Ну а если вы не знаете, что такое Телеметр, то смотрите внимательно. Потому что этот сервис позволяет вычислять каналы бытоводов, позволяет вычислять каналы, которые занимаются накрутками, и не размещать там свою рекламу. А также позволяет выяснять реклама, в каких каналах у ваших конкурентов была наиболее эффективной. И также вы можете оценить эффективность вашей рекламы внутри Телеграма. Все это Телеметр. Начнем с самого неприятного для многих пользователей, ну для тех, кто не умеет считать, с цены. Платный доступ к Телеметру стоит полторы тысячи рублей в месяц. Это если оплачивать за один месяц. Если оплачивать за больший период сразу, то будет скидка. Но в описании этого ролика будет ссылка, а также будет промокод на 15% скидку. Если хотите, переходите по ссылке в описании, вводите промокод, который там указан, и получаете 15% скидку. Таким образом, один месяц будет стоить для вас 1275 рублей. А если заплатите сразу за три месяца, но вдруг вам понадобится, то получится уже 1100 рублей за месяц, 1105, если точнее. Казалось бы, зачем тратить деньги, но на самом деле, учитывая стоимость рекламы в Телеграме, учитывая стоимость подписчика, примерно рублей в 10 в среднем для развлекательных и познавательных каналов, а для бизнес и деловых каналов цена подписчика еще больше, до 100 рублей за одного подписчика, вы очень существенно можете сэкономить на размещении рекламы с помощью Телеметра. Так что полторы тысячи, а точнее там 1100-1200 рублей, это, конечно, деньги, безусловно, но экономия от использования Телеметра все перевешивает. И чтобы не быть голословным, покажу один из каналов, который Телеметр помечает как бытоводческий, потенциально, точнее, бытоводческий. Канал заподозрен в бытоводстве, в накрутке охватов и или подписчиков. Вот еще один такой канал, называется «Обнальщик». Важно отметить, что эти метки у каналов по состоянию на 4 сентября 2021 года. Если канал прекращает накрутки и сообщает об этом администрации Телеметра, то через какое-то время, месяц, два или три, не помню точно, метка с канала должна сниматься, если он закончил свои бытоводческие дела. Можем посмотреть, кто рекламировался в этом канале, сколько раз и когда. Да, вот здесь вот все это видно в правом нижнем углу. Ну, пока, пока в этом канале рекламировались нормальные каналы, по крайней мере, не заподозренные в бытоводстве. Но давайте отмотаем ниже. И, возможно, возможно, где-то здесь. Ну, нет, здесь мне не... Во, пожалуйста, канал «Экономика», также заподозренный в бытоводстве, рекламировался здесь. Не сообщается, по каким именно признакам вычисляются бытоводы, но делается это для того, чтобы сложнее было перехитрить администрацию Телеметра. Ведь если все будут знать, по каким признакам вычисляются бытоводы, по каким конкретно признакам, то, скорее всего, умные люди будут эти признаки избегать, даже если занимаются бытоводством. И на бытоводстве будут попадаться только совсем уж примитивные персонажи. Ну, или умные люди, которым просто наплевать. Так вот, откроем «Экономику» также в новой вкладке. Давайте рассмотрим пул основной информации о канале. Название. Стоимость одного рекламного поста, которую владелец канала указал в Телеметре. Вот эту стоимость в Телеметре указывает сам владелец канала. Количество подписчиков и динамика за сегодня, за неделю и за месяц. Если у кого-то плюсы, как вот, например, у дежурного СММщика, то здесь написаны плюсы, а если минусы, то написаны минусы. Здесь же показано количество просмотров на пост. В среднем за последнее время и конкретно сегодня. Среднее число просмотров постов за их первые 24 часа. В течение последних двух суток. То есть вот это вот средние данные за два дня, вот это средние данные за последние 24 часа. Здесь же мы можем посмотреть показатели канала качественные. ЕР, Engagement Rate, вовлеченность аудитории. То есть регулярно реагируют на записи этого канала и просматривают их 14% подписчиков. Это отношение среднего числа просмотров на пост, на один пост за последнюю неделю, по отношению к числу подписчиков. То есть 14% подписчиков за неделю просматривают посты. Или 12,5% за сутки. Для хороших каналов в Телеграме считается нормальным ЕР от 20%. Но в принципе от 15% тоже ничего. Вот здесь он 14,12. У этого канала фантастический ЕР, смотрите, 352% за сутки. То есть при количестве подписчиков 100 тысяч за последние 24 часа его посты просматривают 355 тысяч. Это было бы логично, если бы канал где-то активно рекламировался и у него был положительный прирост, была положительная динамика аудитории. Но у этого канала, у Абнальчика, идет отток. При этом ЕР у него 352%. При этом в последнее время он особо-то нигде и не рекламируется. Ну вот размещается в каких-то каналах. Ну а, конечно, вот с этих размещений, сколько их тут за второе число? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И пусть сегодня 13 размещений за второе, третье сентября. И что, с этих 13 размещений получились 355 тысяч просмотров, да, при отрицательной динамике? Угу. Могу себе представить. Я не утверждаю, что этот канал бытоводный, но я бы в таком рекламироваться не стал совершенно точно. Кроме того, здесь же можно посмотреть количество упоминаний в Телеграме. Средняя стоимость рекламы в информационно-развлекательно-познавательных каналах в Телеграме это 300 рублей за тысячу просмотров. Или 30 копеек за один просмотр. Вот исходя из этого показателя CPM, cost per mile, стоимость тысячи просмотров, можно вычислить, сколько денег канал предположительно потратил на рекламу. То есть берется общее количество просмотров всех рекламных постов этого канала в других каналах и умножается на стоимость тысячи просмотров. Кроме того, можно эту статистику поправлять. И вот если сделать 500 рублей или 1000 рублей при CPM, мы видим, как меняются показатели. Показатели общих затрат на рекламу и показатели стоимости подписчика. Ну давайте возьмем 300 рублей, которые тут были изначально, и посмотрим, что у этого канала 34 рубля за подписчика. В средней по больнице для информационно-развлекательно-познавательных каналов, вот тех, в которых CPM 300 рублей, принято считать примерно 10 рублей стоимость одного подписчика. Берете информационно-познавательно-развлекательный канал, смотрите, сколько на нем подписчиков, умножаете на 10, и примерно представляете, сколько денег потрачено на рекламу. Это можно сделать даже без телеметра. Но это будет очень приблизительно, потому что, как я уже говорил, у информационно-развлекательно-познавательных каналов это 10 рублей за подписчика, у бизнес-каналов, у персональных блогов, у тематики SMM, маркетинг, продвижение, реклама и так далее, там цена подписчика может быть от 30 рублей и, наверное, до 100. У кого-то, конечно, и больше, но в среднем рублей, наверное, 50-70. От чего зависит стоимость подписчика? Во-первых, она зависит от стоимости тысячи просмотров, ну или одного просмотра, вот если взять стоимость одного просмотра 30 копеек, или стоимость тысячи просмотров 300 рублей, то чем меньше эта сумма, тем дешевле вам достаются просмотры в других каналах. Это первое. Второе. Стоимость подписчика зависит от того, насколько привлекательный ваш пост для тех, кто увидел его в других каналах. И от конверсии. Из просмотра поста переход по нему. Переход к вам на канал. Чем привлекательней пост для аудитории канала, чем больше людей, увидев этот пост, переходит к вам на канал, тем в конечном итоге дешевле получится ваш подписчик. Например, у вас может быть хороший пост под какую-то аудиторию. И если вы его покажете другой аудитории, то в таком случае на другой аудитории пост сработает хуже. То есть конверсия поста рекламного — это второй важный показатель. Первый — стоимость размещения. Второй — конверсия поста, который зависит от самого поста и от того, где вы размещаетесь. И третий показатель, от которого зависит стоимость одного подписчика, это качество контента на вашем канале. Это соответствие этого контента ожиданиям пользователя, который перешел по рекламе. То есть если вы завлекаете аудиторию каким-то кликбейтом, и на вашем канале на самом деле ничего такого нет, или нет ответа на вопрос, который вы задаете в кликбейтом посте и заманиваете аудиторию к себе на канал, если пост кликбейтный, то конверсия из перехода в ваш канал в подписку будет очень низкой. Соответственно, это третий показатель, от которого зависит цена подписчика. Работая с любым из трех показателей, вы можете цену подписчика уменьшать или увеличивать, если у вас что-то идет не так. Чем дешевле будет один подписчик на вашем канале, тем, естественно, лучше. Поэтому телеметр позволяет анализировать, кроме всего прочего, какими конкретно постами кто где рекламировался. Например, сообщество «Халявный кот» рекламировало сообщество «Обнальщик» 2 сентября 2021 года вот таким постом. Урезанный функционал телеметра доступен и в бесплатном пакете. Но там, во-первых, если я правильно помню, ограниченное число проверок в сутки, а во-вторых, там представлены далеко не все данные. Например, посты, которыми кто-то рекламировался, вы увидеть не сможете. А здесь, пожалуйста, все как на ладони. Вы смотрите, кто, где, когда, каким постом рекламировался, и мы переходим в сообщество «Халявный кот». Помимо общей статистики, вот она, есть статистика «Рекламная отдача», которая показывает, сколько подписчиков, по мнению телеметра, после размещения рекламного поста перешли на рекламируемый канал. Но эти данные доступны не во всех случаях. NA появляется в том случае, если канал одновременно рекламируется на нескольких площадках. В таком случае телеметр просто не может понять, с какого из рекламных постов перетекла аудитория в рекламируемый канал. Но если канал рекламировался в одном месте, то, пожалуйста, SpaceFree рекламировался в халявном коте и получил предположительно от 900 до 1000 подписчиков с одного рекламного размещения. Это был вот такой рекламный пост, вполне себе кликбейтный, да? Он набрал за сутки, а телеметр ведет подсчет за сутки, 1468 просмотров. Неплохо. С полутора тысяч просмотров тысяча подписчиков в канал вот таким кликбейтным заголовком. Естественно, халяву любят все, и люди ломанулись туда за халявой. Внимание, вопрос. Как вы считаете, многие ли из них, из тех, кто ломанулся фиксировать эту тысячу рублей, реально ее зафиксировали? Как вы считаете? Пишите в комментариях. Таким образом, мы потихоньку перешли от первой вкладки, которую мы, кстати, еще не закончили, ко второй вкладке «Рекламная отдача». Здесь вы можете посмотреть, с какого рекламного поста или поста сколько подписчиков перешло в какой канал. Вот, например, тоже красота. Смотрите, парень с завода «Трейдинг» рекламируется тоже через кликбейт со скриншотом из Сбербанка. Красота, товарищи! Красота! Вот когда вы видите такие посты и такие каналы в Телеграме, думайте, стоит там размещаться или не стоит. Вот для этого и нужен телеметр. Полторы тысячи рублей в месяц, а по факту там тысяча двести рублей. И представляете, сколько вы экономите денег. Потому что я не знаю, сколько стоит реклама в этом канале, но если предположить, что средний CPM, стоимость тысячи просмотров, составляет 300 рублей, то, пожалуйста, с двух с половиной тысячи просмотров получается сколько? 750 рублей. То есть два вот таких размещения, и стоимость телеметра вам уже возвернулась. Соответственно, вы гораздо эффективнее можете продвигать свой канал с помощью телеметра. И мы вернулись на главную вкладку. Это все мы уже рассматривали. У некоторых каналов, если их администрация дала согласие телеметру, телеметр подтягивает данные по аудитории. Вот, например, на канале Abnal по данным телеметра предположительно три четверти аудитории мужская и четверть аудитории женская. Это делается через инструмент анализ аудитории. Вот, например, на этом канале мы переходим в аудиторию и смотрим, когда были проверки. Проверки были очень-очень давно, в 2019 году. И самое свежее датировано 8 января, на следующий день после Рождества. Соответственно, вряд ли этот отчет к сентябрю 2021 является слишком свежим. Что-то мне подсказывает, что ситуация могла измениться. Есть, например, раздел похожие каналы. То есть в разделе аудитория можно посмотреть каналы, таблица похожих каналов, которые строятся на основе данных, собранных инструментом активность аудитории. Активность аудитории — это, по сути, пересечение аудитории. Написано в адресной строке, инструмент позволяет провести аналитику активности аудитории вашего канала. Работает и с открытыми каналами, и с закрытыми. Вот, кстати, халявный код, смотрите. 5700 за месяц в плюс, а за неделю в минус. Такова специфика Телеграма. Для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, говорила Алиса в Зазеркалье. Или где там она это говорила? У Льюиса Кэрролла. А для того, чтобы бежать вперед, чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее. Это в точности про Телеграм, ребята. Вы заливаете какой-то объем аудитории в Телеграм, и аудитория, даже если у вас самый распрекрасный канал, постепенно аудитория начинает от вас отписываться. И чем больше ваша аудитория, тем больше отписок. В процентах-то их остается примерно столько же от общего количества вашей аудитории, но в штуках, в человеках, в единицах измерения, чем больше ваш канал, тем больше у вас отписок просто по факту. Соответственно, чем больше ваш канал, тем больше денег вам приходится заливать в Телеграме, в рекламу, для того, чтобы просто поддерживать количество подписчиков, на том же уровне, что у вас и есть. Вот пример халявного кота. Я не знаю, что там за канал, даже смотреть не хочу, но предположим, что они залили честных подписчиков 5739 за месяц. Это в плюс, но при этом за неделю 637 в минус. То есть если у тебя большой канал, и ты замираешь на секунду и перестаешь активно заливаться, или заливаешься недостаточно активно, то аудитория начинает минусоваться. Это недостаток Телеграма, но с ним сделать ничего нельзя, такова специфика. Пока у вас маленький канал, вам не так уж много денег нужно для поддержания активности аудитории, для залива свежей аудитории, чтобы компенсировать отток. Но чем больше у вас становится подписчиков, тем больше отток, тем больше денег нужно заливать только для того, чтобы оставаться на месте, не говоря уж про развитие. Но вернемся ко вкладке аудитория. На примере канала, заподозренного в бытоводстве «Обнальчик», сотни тысяч подписчиков, мы можем посмотреть, на какие каналы похож этот канал. И по каналам показывается количество подписчиков в указанном канале, количество общих подписчиков, то есть пересечения аудитории исследуемого канала и указанного в таблице, и примерное количество просмотров на пост в канале, который указан в таблице. Как в среднем за последнюю неделю, так и за прошедшие сутки. Например, с вот этим каналом, три тысячи общих подписчиков. То есть процент показывается от канала в таблице. Не от канала «Обнальчик», а то 30 тысяч общих подписчиков здесь было бы при 11 тысячах. Это, конечно, невозможно. Поэтому количество общих подписчиков показывается в процентах от канала в таблице. Как это применить на практике? Допустим, вы нашли канал, в котором разместили свою рекламу и получили шикарную отдачу и дешевых подписчиков в своем канале. Что нужно делать? Нужно как-то масштабироваться. Но если вы еще раз разместитесь в этом же канале, то что получится? Получится, что аудитория уже видела ваш рекламный пост. Во-первых, вам, скорее всего, нужно менять рекламный креатив и размещать другой рекламный пост. А во-вторых, возможно, дело-то вовсе и не в креативе, а в том, что все, кто хотел, уже подписались. И, соответственно, отдача от второго повторного размещения будет гораздо ниже. Ну, если канал, в котором вы рекламировались, сам активно заливает аудиторию, то со временем, конечно, есть смысл размещаться там снова, возможно, даже с тем же самым первым рекламным постом. Но в общем случае второе, повторное и так далее, третье, четвертое, пятое размещения дают гораздо более низкий эффект и гораздо более низкую отдачу, чем самый первый случай. Что можно делать дальше? Дальше вы можете пойти вот в эту таблицу и посмотреть. Каналы, похожие на тот, в котором вы получили хорошую рекламную отдачу. И дальше можете размещаться в них. Ну, конечно, какая-то часть аудитории у каналов пересекается, но, как правило, это пересечение не настолько является критичным, чтобы не использовать этот способ. То есть нашли хороший канал по отдаче для вас и идете по похожим каналам, размещаетесь прямо там. И будет вам счастье. Вот практическое применение пересечения аудитории и вкладки аудитория. Кроме того, как мы уже говорили, телеметр некую аналитику проводит за меня, за вас, за нас, за всех и сразу помечает красным каналы, в которые лучше не идти. Кроме того, есть такой пункт просмотры постов. И у канала Обнальчик эта вкладка выглядит просто шикарно. То есть оно вот как-то было вот общее количество подписчиков. Оно то возрастало, то убывало, то возрастало, то убывало. Общее количество просмотров как-то туда-сюда там бултыхалось. И вдруг бах! Откуда ни возьмись. Ну вот мы видели 355 тысяч просмотров на пост при сотне тысяч подписчиков. Шикарный график. Кроме того, здесь показывается динамика по постам за неделю. Вот это просмотры сегодня, вот это просмотры вчера, это просмотры позавчера и так далее. Соответственно, вот этот большой залив аудитории, вот этот пик, вот этот пик, вот он же, он же, он же. Кстати, очень странно, смотрите. Пост, который был размещен первого числа, на третий день набирает 25 тысяч просмотров. При этом пост, который был размещен сутками раньше, 31 числа, набирает 189 тысяч просмотров на четвертые сутки своей жизни, то есть по факту в один и тот же день. Ну потому что здесь первое, здесь 31, вот оно смещение на один день. И смотрите, как такое может быть. Скажите мне, здесь пост четвертый сверху набирает 25, ну 26 тысяч просмотров, а пятый сверху пост в тот же день набирает 200 тысяч просмотров, 189. Друзья, это просто какая-то фантастика. Как такое может быть, скажите мне? Я не знаю. Если это не накрутка, то что? Причем какая-то очень странная накрутка. Кстати, в Телеграме распространена практика наливать ботов в каналы конкурентов, накручивать им просмотры и делать всякую такую пакость, потому что стоит это относительно недорого. В Телеграме достаточно токсичная атмосфера среди админов. Есть очень хорошие люди, есть очень умные люди, но есть и очень плохие люди, которые делают всякие пакости. То есть вот такое, что мы видим с этим каналом, может делать и не сам владелец канала, а кто-то из недоброжелателей. Либо конкуренты, это первый случай, либо бывает такое, ты на меня не так посмотрел, дружок, на-ка тебе ботов и прочих накруток тебе в канал, чтобы ты получил метку от Телеметра за то, что ты ботовод. Еще, кстати, можно, да, написать при этом в Телеметр и сказать, проверьте вот такой канал, я точно знаю, что там ботоводы. Да, конечно, ты знаешь, ты же сам туда и залил все то, что ты залил, поэтому ты точно знаешь, что там боты. Но, конечно, администрация Телеметра разбирается детально и внимательно с каждым случаем в отдельности. Поэтому, ну так вот в тупую завалить конкурента получится вряд ли. Хотя, теоретически, конечно, это возможно. Не делайте так. Я рассказываю об этом для того, чтобы вы знали, что может произойти с вашим каналом. Соответственно, вот такие чудеса в решете. 189 тысяч, а пост, который был ближе к концу ленты, 29 тысяч, 26, прошу прощения. И следующий, опять же, 25, 23. В общем, странная история. Вот когда вы видите что-то вот такое на канале, даже если у него нет метки насчет бытоводства, ну, очень внимательно посмотрите, стоит ли там размещаться. А то, может, и не стоит. Телеграмм очень выгодное место, если вы решите создать свой информационно-развлекательный канал. Окупаемость средней руки информационно-развлекательного канала от трех месяцев в общем случае. Но если что-то пойдет не так, как рассчитывалось, то примерно от полугода. Рентабельность 200% годовых. Много ли вы знаете бизнесов, где такое можно получить? Да, конечно, это очень дорого. 10 рублей за подписчика, или тем более, если у вас бизнесовая какая-то серьезная тематика, до 100 рублей и более за подписчика. Это дорого. Но если у вас бизнесовая тематика, то, скорее всего, вы знаете, для чего вам эта аудитория, и как вы ее монетизируете, и будете зарабатывать не только на рекламе других каналов телеграма в своем. А если вы просто делаете развлекаловку какую-то, то можете, соответственно, размещать их рекламу, и окупаемость там будет от трех до шести месяцев. Кто-то, конечно, не окупается, кто-то уходит в минус. Там очень-очень много частностей. Об этом у нас на канале отдельное видео. Сейчас мы говорим конкретно про телеметр. Вкладка «Просмотры постов» показывает вам динамику по постам за прошедшую неделю, за последние семь календарных дней. Ну, там можно много интересного найти. Вкладка «Аудитория», мы ее уже смотрели, показывает распределение аудитории по полу, но если данные полуторагодичной давности, то ничего они уже не значат. Кроме того, здесь же в аудитории можно найти похожие каналы. Дальше. Когорта по подпискам показывает, сколько подписчиков, которые пришли, допустим, вчера, отписались до сего дня? Или если они пришли неделю назад, сколько из этих пришедших подписчиков отписывались в каждый день предыдущей недели? Но в этом сообществе данные почему-то недоступны. Сейчас попробуем найти в другом месте. Вот, пожалуйста, на примере канала «Психология». Кстати, очень популярный канал, более миллиона подписчиков, но ЕР, ну так себе, 3% и 2,5% за прошедшие сутки. Вдумайтесь, сколько мертвой аудитории в этом канале, которая не читает его посты. Кто-то удалился, возможно, из Телеграма, кто-то в него не заходит, а кто-то перенес этот канал в архив. Ну, то есть просто люди не видят посты ЕР всего 3%. То есть не смотрите почти никогда на общее количество подписчиков. Какая разница, сколько их? Важно, сколько подписчиков увидит ваш рекламный пост, сколько просмотров на пост. То есть всего 30 тысяч. Так вот, когорта по подпискам канала «Психология». Далеко не у всех каналов эта когорта по подпискам есть. Смотрим. 31 числа пришли 2129 подписчиков. И вот как они отписывались. В этот же день из 2100 подписавшихся, 749 отписались. Прямо сразу. Ну, а дальше все уже не очень быстро. 78. Интересно, почему так много отписок? В самый первый день. Возможно, потому что кликбейтный пост. А давайте посмотрим, как этот канал рекламировался 31 числа. То есть тут мы видели вот в этой вкладке, кто упоминал этот канал и кого он упоминал. Вы можете посмотреть, какая реклама была в этом канале тоже и сколько раз. Вот, например, канал «Шоппинг» с Олей рекламировался в «Психологии» 14, ребята, раз. Начиная с... Откуда? Начиная с апреля 2020 года. Но это еще не максимальный показатель. Психология продолжения. 49 размещений. Инвестгрупп 181 размещения. Ну, я, наверное, не домотаю до того времени, где все это началось. Или домотаю. Мне самому интересно. Размещения начались в июле 2020 года. И с той поры 181 раз Инвестгрупп канал рекламировался в канале «Психология». Так вот, возвращаемся к тому, кто упоминал. Вот упоминали сообщество «Психология», какие-то странные сообщества. И это было давно. Это было очень давно. Июль 2021. А смотрите. Здесь также есть упоминания в инстатизерах и в Инстаграме. Соответственно, «Психология» с немалой вероятностью упоминается в Инстаграме. И вот когда-то даже упоминалась в ВКонтакте. Вот в ВКонтакте было три упоминания. Но это было давно, еще в 2020 году. Можем посмотреть упоминания в Инстаграме. Вот смотрите. Гороскопные Инстаграм-аккаунты рекламируют психологию. С высокой-высокой вероятностью, как мы видели, треть отписывается сразу. Да, 750, а тут 200. Немаловероятно, что там используется какой-то кликбейтный пост. Так или иначе, я не утверждаю это, но как еще объяснить, что сразу же после подписки треть аудитории отписывается и отваливается в никуда. История очень странная. И, кстати, вот в когорте по отпискам тоже показывается, сколько человек отписались всего за сутки. То есть 2100 пришли, из них 750 отвалились сразу же, и 3600 отвалились всего. То есть это был минусовой день, как ни странно. Вот такие инструменты тоже здесь доступны. Кроме того, на примере канала Новости Москвы или на примере канала НИМЭШ мы можем посмотреть еще одну закладку. Здесь показываются ролики в Ютубе, в которых этот канал когда-либо упоминался. То есть если в описании какого-то ролика стояла ссылка на канал в Телеграме, то Телеметр подтягивает и эти данные. Правда, я подозреваю, что далеко не все Ютуб-каналы анализируются, а, наверное, какие-то наиболее крупные. Ну, потому что я не представляю, какие ресурсы нужно было бы затратить, чтобы проанализировать все Ютуб-каналы в ежедневном режиме, чтобы определять, когда там кто рекламировался. Если вы видите, что канал нигде не рекламируется в Телеграме, а у него идет откуда-то приток аудитории, то в случае психологии это Инстаграм, а в случае новостей Москвы вот, пожалуйста, телеканал 360, лайв-новости и даже Артемий Лебедев в Ютубе и Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский. Кстати, для главы муниципального округа 146 тысяч подписчиков это неплохой показатель, а скорее даже очень хороший. Но, правда, вопрос, живые ли это подписчики или нет, но проверять сейчас не будем, нам и без того, есть чем заняться, это к Телеграму отношения не имеет. Кроме того, есть общая вкладка динамики. Вы можете посмотреть охват публикаций за 24 часа и общее число подписчиков. Вот как росли подписчики и как росли при этом охваты. Суточный охват за первые 24 часа и ЕР по дням. Кстати, ЕР по дням у канала новости Москвы очень высокий, учитывая, что это старый канал, ему уже больше двух лет, как минимум. Здесь вот аналитика с июня 2019 года. Канал старый, а на нем до сих пор ЕР свыше 30%. Это реально круто, то есть люди реально заходят туда и реально читают новости. Кроме того, здесь количество публикаций в день. Ого! Вспомните, что у нас было весной 2020 года. А вот, кстати, по этим данным канал вообще анализируется с 2017-го, то есть в октябре ему будет уже 4 года, но и тогда, возможно, он уже существовал. Еще много новостей было в январе и феврале 2021 года. В общем, здесь в телеметре очень-очень много пластов и срезов для аналитики. И все это за полторы тысячи, повторюсь, рублей в месяц. А в описании этого ролика указан промокод на 15-процентную скидку для всех желающих. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод в оплате, и вы сможете продлить этот доступ с 15-процентной скидкой. У меня вот он уже заканчивается, ну да и ладно, что-нибудь придумаем. Кроме того, количество рекламных записей в день, но я так понимаю, что рекламными считаются записи не только с рекламой других телеграм-каналов, это может быть запись с внешней ссылкой, она тоже же рекламная, правильно? Пояснений здесь нет, но давайте рассудим так, если новостной телеграм-канал берет откуда-то информацию и ставит ссылку на источник, то это нормальная практика для новостного канала, но это не является рекламой, это просто указание ссылки на источник, поэтому в случае с информационным новостным каналом вот эти вот рекламные посты на самом деле могут быть просто указаниями источников. И количество рекламных упоминаний канала также представлено в этом разделе. Кроме того, данные можно посмотреть в виде таблицы, в виде графика, конечно, намного нагляднее. И еще одна непросмотренная вкладка Instagram Ads. Это реклама канала в Инстаграме. Или не реклама, а посты, в которых есть ссылка на исследуемый канал. Это может быть также ссылка на источник, как мы обсудили только что с вами. Но и это еще не все. Этот уголок экрана не захватывается, но вот здесь в углу у телеметра есть еще выпадающая менюшка. Поиск по каналам. Вы можете добавлять из поиска каналы в закладки, причем поиск по каналам вы можете и вести по самым-самым разным признакам. Ссылка на канал по количеству подписчиков, по количеству упоминаний за неделю, по названию канала, по количеству просмотров на пост, по типу канала открытый-закрытый, по верификации, верифицированный канал или нет, по словам или фразам в описании канала, по ЕР, то есть вы можете сразу отсеять все, что ниже 20%, и даже не видеть эти каналы, или наоборот, как вам угодно, по аудитории, но далеко не каждый канал все-таки исследует свою аудиторию, как мы уже убедились, и таким образом вы можете получить эти данные, но не всегда, потому что если этих данных нет, то их просто, извините, нет. вот по данным телеметра на данный момент на 4 сентября 2021 года 219 тысяч 7 каналов существуют в Телеграме, который известный телеметру, и суммарная аудитория 1 миллиард подписчиков, но если человек подписан на несколько каналов, то его и посчитают несколько раз, я подозреваю, откуда иначе возьмется миллиард при населении России, там в 150 миллионов, население СНГ не намного больше, население Америки там сколько, 300 или 350 миллионов человек, так вот, возвращаемся к менюшке, вы можете искать рекламные посты, рекламные посты вы можете искать тоже, подать и добавление, по что искать в тексте, точный поиск, не точный, на каком канале, что там должно быть в этом тексте, что должно упоминаться, таким образом вы можете найти все рекламные посты какого-либо канала, если хотите посмотреть, как он рекламировался, либо своровать, у него рекламный пост, если вам это позволит сделать совесть, либо, как минимум, провести исследование и сделать какие-то свои рекламные посты на основании чужих рекламных постов, и, кстати, важно, когда вы рекламируете ваш канал, не ограничивайтесь одним рекламным креативом, одним рекламным постом, делайте несколько рекламных постов, размещайте их в похожих каналах и оценивайте отдачу, какой у вас будет конверсия, сколько человек к вам вступят в процентах от количества просмотревших, а дальше, мы с вами, напомню, уже рассматривали три основных показателя, от которых зависит стоимость подписчика в Телеграме, дальше уже делайте выводы, считайте, что вам выгодно, может быть, у какого-то поста рекламного конверсия ниже, но там цена размещения настолько ниже, чем у другого, что стоимость подписчика получается более выгодной для вас. Самое важное в Телеграме, когда вы прокачиваете ваш канал, это стоимость подписчика. Ну и когда вы начинаете продавать рекламу, вы начинаете ее продавать, исходя из количества просмотров, из того самого CPM, о котором мы говорили, из стоимости тысячи просмотров. Соответственно, чем дешевле вам достается подписчик, и чем более живая у вас аудитория, тем больше просмотров будет получать ваш канал при тех же ваших финансовых вложениях, а чем более финансово интересна ваша тематика для потенциальных рекламодателей, тем больше денег вы получите с каждого размещения. То есть средний CPM там 300 рублей для информационно-развлекательно-познавательных каналов, а в бизнес-тематике это может быть и тысяча рублей за тысячу просмотров, рубль за один просмотр, и две тысячи рублей, и даже, возможно, три. Кроме того, мы продолжаем с выпадающей менюшкой, это еще не все. Вы можете также добавлять рекламные посты в закладки, вы можете отслеживать какие-то посты, уведомления в Телеграм о выходе новых постов с упоминанием канала или слова фразы. То есть вы настраиваете отслеживание и получаете здесь список уведомлений по упоминаниям какого-либо канала или фразы. Здесь будут ваши каналы, если они у вас будут, здесь анализ аудитории, мы его уже видели, дальше телеграф, статьи. Телеметр также собирает статьи, которые не фигурируют в постах в каналах Телеграма, но на которые в этих постах фигурируют ссылки на сервис Телеграф. И, соответственно, можно искать по тексту или по количеству просмотров посты в Телеграфе. Это тоже делает Телеметр и все в рамках того же функционала полторы тысячи рублей в месяц, а точнее тысяча двести. Напомню, ссылка и промокод в описании этого ролика. Кроме того, детальная статистика. Этот инструмент позволяет добавить в аналитику вашего канала статистику о точном количестве подписавшихся и отписавшихся пользователей по часам, распределение вашей аудитории по языкам и прочую внутреннюю статистику Телеграма. Инста-профили. Инстаграм-аккаунты, профили. Сколько у них подписчиков и сколько Телеграм-каналов они упоминают за неделю, за месяц. Вот, например, Настя упоминала 9 каких-то Телеграм-каналов за неделю и 30 раз это делала за месяц. Тоже вы можете здесь искать потенциальные рекламные площадки для вас. Если вы знаете, что какой-то канал ваших конкурентов рекламировался где-то в Инстаграме, то вы можете сделать то же самое и рекламироваться либо там же, либо, что более разумно, в похожих по аудитории каналах. И на этом еще не все. Здесь есть Телеграм-бот-статистики, но это бот в Телеграме. Открывать мы его сейчас не будем, переходить в Телеграм. И партнерские ресурсы инстатаргет adlover.ru Это сервис для аналитики рекламы в Инстаграм. Сторис, лента, профили, но можете перейти, почитать. Там, кстати, тарифы такие же, если я правильно помню. Да, полторы тысячи рублей за полный функционал. И есть еще защита от накрутки с помощью кроссер-бота. То есть нужно перейти в Телеграм, в кроссер-бота, и если вам залили много ботов, то, в принципе, вы можете все это откатить. Например, удалить всех подписавшихся за указанный временной интервал. И таким образом, если вас кто-то попытается завалить ботами, вы просто будете отписываться от этих ботов. Если при этом вы будете рекламироваться еще где-то, то понятно, что вместе с ботами отпишутся и ваши честно заработанные подписчики. Они тоже отвалятся, поэтому, если вас атакуют ботами, то вы в это время уж не рекламируетесь нигде, если собираетесь ботов чистить. А чистить их надо, потому что у вас будет падать ER, engagement rate, вовлечение, вот то самое в процентах, которое мы рассматривали. Соответственно, ваш канал будет менее привлекательным для потенциальных рекламодателей. Всю мертвую аудиторию из ваших каналов желательно вычищать, потому что ER намного важнее, как и количество просмотров на пост, важнее, чем общее количество подписчиков, которые в случае с психологией, как мы уже смотрели, значит, мало что. Миллион 147 тысяч подписчиков при рейтинге вовлеченности 3%. Друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы по телеметру, то можете задавать их в комментариях к этому видео или писать в поддержку телеметра телеметр support. Вот здесь внизу есть ссылка поддержка это telemetr.me support и вас перебрасывает на аккаунт телеметра поддержки в телеграме. Такое ощущение, что у меня уже заплетается язык. И это ощущение совершенно обоснованное, потому что много времени мы с вами провели исследуя сервис телеметр. Если вы чем-то занимаетесь в телеграме, то без телеметра как без рук, как без глаз, как без ног, как без всего. Без него что-то делать крайне трудно. Поэтому еще раз напомню, в описании этого ролика есть ссылка на телеметр и промокод на 15% скидку специально для вас. Если видео понравилось, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, сохраняйте его в закладках и подписывайтесь на мой канал, если в принципе интересуетесь тематикой заработка в интернете. У меня очень много полезных роликов. Заходите, смотрите, всегда рад. Я Макс, до встречи.